Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Посмотрите, какая тут красотяжка. Просто офигенно. Вообще, обожаю осень. Вообще, любую пару года обожаю, но осень особенно. И очень круто жить возле леса. Так, сегодня о чем я предлагаю поговорить? Я хочу записать для вас вторую часть видео о Стюарте МакРоберте. О его принципах тренировки. Так как есть уже одно видео на эту тему. Но знаете, как-то многие или не посмотрели полностью ролик и не поняли смысл, что я пытался донести в том видео. Возможно, я что-то не так, мысль свою выразил. Начну сразу же. Чтобы вы понимали, что я хорошо отношусь к Стюарту МакРоберту, к его методике, к его книгам, к его работам. Я считаю, что это одна из лучших методик вообще, которая написана. Если бы мне попала эта методика в 18 лет, когда я начинал очень активно тренироваться в тренажерном зале, я бы не сделал тех ошибок, которых я сделал. Я вообще удивляюсь, что моя иммунная система выдержала те нагрузки, которые я себе давал. Я тренировался по 4 раза в неделю, по 2 часа тренировки делал. И это было совершенно неправильно. То есть, чтобы не делать моих ошибок, и в принципе, чтобы не делать ошибок моих бодибилдеров в мире, просто прослушайте или это видео, здесь будут основные принципы, оно будет короткое. Или я еще настоятельно рекомендую вам самим прочитать эту книгу. Но для быстрого ознакомления вы уже будете иметь представление просто с этого видоса. Еще раз. Книга крутилостная, очень офигенская. Одна из лучших в мире. И просто имейте свое мнение по поводу любого видео, любой методики. Не ограничьтесь на одной, а имейте широкое представление о разных методиках, о разных методологических пособиях. Все, погнали! Смотрите, ребятушки, первый видос мой был записан на тему «Думай» Стюарта МакРоберта, но это была книга «Думай 2». Это же видео будет после, скажем так, после прочтения мною материала «Думай» и «Бодибилдинг без стероидов». Есть такая книга у него. То есть у него есть две части. «Думай 1», «Думай 2». Вот «Думай 1» книга, на мой взгляд, более крутая, более обширная, более понятная, что ли, более целостная. Там рассказана больше и понятнее вся методика, о чем говорит вообще Стюарт МакРоберт. Я очень рекомендую эту книгу вам прочитать, потому что она действительно очень достойный материал. Одна из лучших в мире, я повторюсь, написанная на эту тему. Даже Вейдер хорошо отозвался об этой книге, сказал, что она действительно крутая. Смотрите, основных принципов, хочу пробежаться вам, про весь вообще смысл этой книги, основных принципов хочу вам выразить, чтобы вы, посмотрев один видос, поняли основные принципы. Я вам хочу сказать, что по этим принципам, если вы построите свою программу тренировок, вы гарантированно будете получать прогресс тренажеров в зале. Вы будете тренироваться гораздо более опытно, чем многие тренера в зале тренируются. То есть тренера, фитнес-тренеры, так называемые, крутые гуру тренировок. Вот вы, скорее всего, будете более опытны, если просто прочитаете эту книгу или хотя бы посмотрите этот видос. Итак, первая, самая главная идея Стюарта МакРоберта – не тренируйтесь по программам профи. Любые конкурсы, там, IFBB, PRO, Men's Physique, те, кто выступает на Олимпе, я вообще просто молчу. Там очень много людей используют фармакологию. И тренируются они по программам, которые созданы для них же. То есть программы, которые написаны для профи, на вас они просто не сработают. Вы себя загоните в такой перетренд жесткий, у вас вообще ни о каком росте и речи идти не будет. Если вы еще будете недостаточно питаться, вы просто можете свою иммунку так загнать, что вы просто болеть начнете реально. Поэтому не тренируйтесь по программам профи, тренируйтесь по программам любителей. Вот таких, как я, например, таких, которые натурально добиваются результатов, потому что эти программы будут работающие. То есть самое главное, выясните, вы от них находитесь очень далеко, вы не сможете догнать их. Вы абсолютно, ваш организм вообще не так реагирует на грузку, как на них. Если они, допустим, сидят на гормонах, на поддержке гормонов, например, там гормоны роста или используют инсулин. Это все, тестостерон, опять же, бустеры тестостерона, это все способствует тому, что они смогут перетравить такой объем тренировочный. Вы же, нормальный обычный человек, вы не сможете такой объем тренировок вообще перетравить. Поэтому не тренируйтесь по программам профи. Если вы будете постоянно тренироваться в отказ, то ваша пищеварительная система, ваша гормональная система и нервная система, скорее всего, рано или поздно дадут сбой. Нельзя постоянно тренироваться на пределе, постоянно тренироваться до отказа. Нужно давать себе нормальные периоды отдыха. Очень правильно сказал у меня под одним из видосов, Йост прокомментировал, что если вы будете тренироваться на пределе возможности постоянно, то лучше уже тогда тренироваться на фармоподдержке, потому что организм у вас натуральный просто не выдержит таких нагрузок. И это может иметь очень серьезные последствия для вашего здоровья. Если, например, вы посадите целиком и полностью вашу иммунную систему, то это может просто вызвать, например, у вас развитие раковой опухоли в организме. Это очень серьезные вещи, ребята, очень серьезные. Поехали дальше. Теперь, смотрите, лучше меньше, чем больше. В чем это я говорю? Например, ваша программа может состоять, например, из двух тренировок в неделю, а возможно даже из трех тренировок в две недели. То есть три тренировки за две недели. Вот такая может быть программа. В зале я рекомендую вам, и Стюарт МакГроберт, мы сейчас о нем говорим, о его принципах, он рекомендует проводить не более 40-50 минут. То есть я, например, в своих видео говорил, что я тренируюсь иногда по полтора часа. Я сократил свои тренировки тоже сейчас. И в чем смысл сократить тренировки? То есть у вас не должно быть много упражнений на тренировке вообще. То есть, например, ваша программа может выглядеть, например, сегодня вы пришли, вы просто поприседали, вы подделали, например, жимы штанги лежа и, например, плечи. И всего лишь по три подхода на каждую группу мышечную. Или даже по два подхода. Или даже по одному подходу, рабочему, тяжелому. Кто так вообще тренируется? Скажите. Все маслают по девять подходов минимум на группу, убивая мышцу полностью, просто выжимая из нее все соки. Еще идут на тренажеры, добиваются там тренажерами какими-то. Это все не помог Роберту. То есть максимально вы приходите, максимально тяжелые базовые упражнения, сделали тяжелую тренировку и быстро ушли из тренажерного зала. Все. Чтобы не было никакого перетрена. И, на мой взгляд, это круто. Это крутая рекомендация. То есть сокращайте как можете меньше свои тренировки. Если вы можете расти на каком-то минимальном, необходимом уровне тренировочном, то его и оставьте себе. Если вы будете расти, например, от одной тренировки, от одного подхода вообще за тренировку, например, там один подход жима лежа или два подхода жима лежа, если вам этого хватает с тяжелым весом, то можете оставить себе эту нагрузку. Не нужно увеличивать больше. Не нужно какие-то рекорды ставить. Потому что вы к каким соревнованиям, что ли, готовитесь? У вас задача всю жизнь тренироваться или годами тренироваться и прогрессировать. Поэтому просто сконцентрируйтесь на повышении рабочих весов. И повышать, МакРоберт рекомендует веса очень медленно. То есть иногда, возможно, и не нужно повышать вес. Например, эту неделю вы тренируетесь с одним весом, следующую неделю вы тренируетесь с теми же весами, не повышаете вообще ничего. А потом вы добавляете, например, один килограмм всего лишь. Или, например, два с половиной килограмма. Или два килограмма. Чем меньше, тем лучше. Например, я рекомендую купить блинчики по 0,5 килограмма. То есть вы, допустим, сможете тогда добавлять по килограмму. Я пробовал такие блинчики искать. Скажу, их сложно найти. Реально сложно. Есть там профессиональные на Олимпийские грифы. Можете попробовать еще просто замки какие-то купить. Замки по 0,5 есть на штанах вот такие. Они разных диаметров бывают. Или же пойти просто к тому, кто занимается металлом, и купить у них какие-то просто утяжелители, которые вы будете на гриф цеплять. Вообще по полкило с каждой стороны. То есть вы будете добавлять тогда каждую неделю полкилограмма. Поверьте, в рамках годовой программы тренировочной это будет хороший прирост к весу тренажерной класшей штанги. То есть вам нужно не слишком сильно форсировать нагрузку. И это очень крутая рекомендация. Абсолютно с этим согласен. Не спешите. Повышайте вес постоянно. Иногда можно раз в две недели. Но не повышайте сразу 5 килограмм. Не цепляйте так много. Теперь смотрите. Годовая периодизация. Вообще периодизация в общем масштабе. Я любитель микропериодизации. Но сейчас тоже слоняю в сторону макропериодизации. Вот хочу просто попробовать. Хотя я смог очень хорошо спрогрессировать. А это плюс 17 килограмм, ребята, весу. Я весил 67 килограмм. Я набрал более 15 килограмм за полтора года. На своей программе тренировок. Сейчас я строю еще более грамотную программу тренировок. И сейчас я экспериментирую на себе. И ближайшие полгода я вам расскажу об этой методике на канале. Так как я стал фитнес-тренером. Я получил сертификат американский. И пробую сначала на себе. Все это я вам расскажу в будущем. Так вот, я тоже сейчас хочу практиковать более масштабную периодизацию. Например, годовую. Отсюда сразу следующий принцип выходит. То есть не нужно повышать постоянно свои веса. И не постоянно тренируйтесь на массу. Если вы, допустим, тренируетесь сейчас месяц на массу, то вы едите с профицитом калорий. То есть у вас, например, в рационе плюс 500 калорий к вашей норме. То есть когда вы начинаете набирать вес. Вы можете так тренироваться месяц-два. Чувствуйте по своему организму. После такого тренинга, например, мне по себе, я вот сейчас за месяц набрал 3 килограмма массы. 3,5 даже набрал. И я не буду теперь следующий месяц сидеть опять на массе. Я хочу отдыхать. И чтобы мой ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, отдыхал желудок, чтобы все восстанавливалось. Поэтому я месяц тренируюсь на массу. Следующий месяц тренировка будет не на массу. А я буду, например, просто набирать силу. То есть я сбавлю все веса в тренажерном зале. Я подробностей не буду говорить. Это все вы прочитаете в Макроберте. Там эта методика похожим образом описана. То есть я сбавляю веса. И теперь просто начинаю приближаться к своим бывшим рекордам, которые были сейчас на массе у меня. И целый месяц я не тренируюсь на массу. А просто тренируюсь так же самое, но не до отказа тренировки, во-первых, и не на массу. То есть я питаться буду меньше этот месяц. И тренироваться буду легче, соответственно. И я буду плавно подходить опять к своим рекордным результатам. Тем самым потом наступит месяц, допустим, массы опять. И это будет, скорее всего, где-то через полтора месяца. Я начну опять набирать массу. Я буду опять питаться более усиленно. И тренироваться, соответственно, до отказа. Более жесткие тренировки будут. И это все и называется периодизацией. То есть если составить программу на год, это очень крутая рекомендация. Взять и составить программу себе на год. МакРоберт в книжке дает такую программу. То есть вы можете с помощью его принципов, с помощью его программ, которые есть в его книге, там прям конкретно написаны программы тренировок с упражнениями рекомендованными. Вы можете составить себе годовую программу. То есть иногда нужно сбавлять обороты, чтобы потом сделать более мощный скачок. Для натурала только так и может быть. Смотрите, еще, например, если у вас совсем прям тяжелой прогресс в тренажерном зале, то, возможно, вашу тренировку нужно сокращать просто для вообще минимальных объемов. Это может быть даже полчаса в тренажерном зале. Вы, например, приходите в тренажерку, и у вас вообще будет там два упражнения всего вообще. То есть вы, например, пришли, вы подделали жим лежа, допустим, там три подхода рабочих, два разогревочных и три подхода вы делаете рабочих жима, таких тяжелых жима на определенное количество повторений, там 6, 8, 10, кто как тренируется. Макроберт советовал примерно в диапазоне 8-15 повторений, а приседания он советовал в районе 15-20 повторений, как и становую тягу. То есть низ тела он тренировал всегда в 15-20 повторений, низ тела и становая тяга тоже. А верх тела больше на 6, 8, 10 раз. Вот такая у него методика была. Можете придерживаться таких же рекомендаций. То есть если вы, совсем плохо идет у вас масса, вы пришли в зал, вы сделали только жимы, например, да, и приседания со штангой на 20 раз, например, там два подхода вообще. Или один даже подход. Один, два, ну три максимум подхода. И вы уходите из зала. Все, это ваша тренировка за вот этот день. Она может занять полчаса вообще. Следующий тренировок у вас может быть, например, вы придете, поделаете тоже приседания со штангой или там становую тягу на 15-20 повторений, два подхода. И тягу штанги в наклоне на спину. Тоже два-три подхода, не больше. И вы уходите. То есть вот такая программа реально может иметь место для вас, если у вас, допустим, очень плохо идет прогресс в межурном зале. Теперь, Мак Роберт рекомендует использовать базовые упражнения и не, скажу так, не терять концентрацию, используя какую-то локализацию. Вообще, что он говорит? Пока вы не наберете массу тела, то есть там серьезную массу прибавки в тело, вам вообще не нужно заморачиваться какими-то локальными тренировками. То есть не тренировать, например, там, не тренировать как-то отдельно на тренажерах трицепс или тренировать бицепс. То есть он тоже рекомендует делать штанги, например, подъем штанги на бицепс, но не уделять этому столько внимания, а уделить внимание крупным мышечным группам. То есть таким упражнениям, как приседания со штангой, как становая тяга, как жим лежа, как тяга штанги в наклоне, подъем на бицепс штанги или же, например, подъемы на носки для икр. Также он рекомендует выключить вообще свои программы упражнения, например, на предплечье, на камбаловидные мышцы, например. То есть не терять на это свою энергию в зале. Сконцентрируйтесь на больших тяжелых мышечных группах, на больших тяжелых упражнениях, на мышечных группах, которые максимально могут дать вам потенциал к росту вообще всего вашего тела, общей мышечной массы, которая придаст вашему телу, возможно, не такой эстетически красивый вид, но это будет мышечная масса, которая станет реально заметна. То есть какой смысл вам тренировать, например, бицуху приходить в зал, тренажерный зал, если вы сами еще просто не выросли абсолютно? Я хочу по себе вам сказать могу, все-таки нужно, мои взгляды, все-таки нужно тренировать и бицепс, и трицепс, но не надейтесь, что он у вас станет гораздо больше. В объеме оно у меня не меняется, пока я сам не вырасту. То есть вы должны в общем набрать массу тела, тогда у вас и объем рук увеличится. Руки могут стать лучше выглядеть, если вы будете их тренировать, но они реально больше, объемнее они не станут. Они примерно будут того же объемные, возможно, просто как-то концентрация, качество мышцы поменяется, но объем останется тем же. Пока вы не наберете сами свой вес, общее тело, вы руки свои не накачаете. Поэтому, в принципе, какой смысл на них, терять на них энергию, очень там, не знаю, полтренировки качать бицуху или полтренировки качать рицуху. Просто сконцентрируйтесь на базовых, тяжелых упражнениях и постоянно в этом всем повышайте веса. Постоянная прогрессия весов. В течение, например, года. И в общем, там за год, если вы наберете, к примеру, 10 килограмм мышц за год, это, ребята, очень крутой результат. Если у вас получается набрать даже килограмм в месяц, это очень хороший результат. Если вы будете каждую свою программу на массу набирать даже килограмм, допустим, у вас таких наборов будет в месяц, в год, например, там, не знаю, 6 таких месяцев, где вы набираете, то 6 килограмм за год это тоже крутой результат. Получится лучше, получится больше, отлично. Только набирайте качественную массу, не жирную массу. После того, как вы наберете общую массу тела, можно переходить к тому, что вы будете делать какую-то эстетику. Поэтому, ребята, сконцентрируйтесь сначала на силе и на массе. Сначала станьте очень сильными. Для натурала это практически единственный путь. Вы должны реально работать с серьезными весами. Приседать с большими весами, становую тягу делать с большими весами, на много повторений, допустим, если это становая, на 15-20 повторений, это серьезная нагрузка на тело. И сначала сила и масса. Станьте очень сильными. После этого, когда вы нарастите уже серьезную мышечную массу, возможно, она не такая будет красивая, вы уже начнете там что-то там шлифовать, пробовать, да? Какие-то точечные там воздействия, там какую-то программу, программу тренировок, например, на бицуху. То есть вы, например, можете тренироваться потом с помощью месяца только для того, чтобы увеличить объем рук, попытаться сделать лучше какой-то вид рук, да? То есть для начала, самое важное, вы должны нарастить общую мышечную массу и не терять энергетику на тренажеры. Мак-Роберт не говорит, что тренажеры это плохо. Мак-Роберт говорит, что просто всему свое время, первые пару лет, возможно, вам вообще не нужно работать на тренажерах. То есть он имеет в виду вот эти блочные тренажеры. Единственное, что он говорит, что, например, тренажер, тяга блока за спину, да, или к груди, на широчайшую спину, да, он это тоже рекомендует. То есть он не против тренажеров, но некоторые все-таки он использует. Просто в целом, не тратьте на это много энергии. Очень круто, когда вот раньше, вот качки тех времен, да, вот Мак-Роберт, эпохи еще там до Арнольда Шварценеггера, у них в залах не было так много всего, что есть сейчас в наших современных залах. Куча вот этих тренажеров современных, которые сбивают тебя с толку. Они ведь, по сути, изначально, они вообще для реабилитации больных предназначены. Они для накачки без сухи мышц. Да, профи на них способны накачивать все мышцы на этих тренажерах. Только на одних тренажерах они могут накачивать все мышцы. Но для нас, натурал, предельно важно, критично важно становиться очень сильными и делать базовые, базовые тяжелые упражнения. Вот в тех тренажерных залах, возможно, были просто вообще тех времен, там, 30-х годах, не знаю, 40-х годах, 1940-х годах, да, в этих тренажерных залах стояла там штанга одна для жима лежа, одна там штанга для приседаний, другая штанга там для тяги, тяги в наклоне на спину, да. И все, у них не было столько приспособлений. И они делали крутые результаты. Они очень прогрессировали. Они становились сильными, мощными. Они такие вещи показывали. И натурально все, ребята. Поэтому сконцентрируйтесь на базовых упражнениях. Не теряйте свою силу и энергию на тренажеры. Если в целом, то можно построить свою программу и добавлять иногда тренажеры. Но первые пару лет они вам особо вообще не нужны. Поэтому, если вы видите там, да, на ютубе кто-то там маслает на тренажерах с потом у лица, вы не понимаете целую картину. Зачем он это делает? Возможно, он тоже натурал, но просто он делает в общей программе и в этом есть смысл. Возможно, у него сейчас месяц отдыха и он решил тренироваться на легкие тренировки, сделать себе на тренажерах. Но это не мясонаборные тренировки. Мясонаборные нужно хреначи с железом, тяжелыми весами базовыми. Реально тяжелые тренировки. Вот это дает массу, прирост общей массы тела. Теперь смотрите, очень важно питаться правильно и восстанавливаться правильно. Вы должны отдыхать, вы должны корректировать свои тренировки с вашим отдыхом. Вы должны очень хорошо высыпаться, вы должны питаться хорошо, нормальными продуктами. Нельзя только на маковских продуктах, например, стать здоровым. Иногда можно, но в целом питание ваше должно быть нормальным. Восстанавливайтесь, отдыхайтесь, пите достаточно, чтобы вы всегда высыпались. Если что-то, вы переутомились, у вас какие-то проблемы на работе или в семье, дети появились, дети не дают спать. То есть вы тогда корректируете свои тренировки и вы не слишком много тренируетесь. Вы тогда можете сделать вообще одну тренировку в неделю, например. И этого будет достаточно с вашим образом жизни. Не тренируйтесь по 5 раз в неделю, если у вас реально нет возможности восстановиться хорошо. Вы просто себя в перетренд загоните. Это для натурала все очень важно, понимать эти принципы. Ребятушки, это очень важно. Отдыхайте достаточно, тренируйтесь достаточно. Я тренируюсь всегда вообще два раза в неделю, не более. Иногда могу раз в неделю прийти на тренировку вообще. Иногда отдыхаю просто неделю, то есть полностью неделю не тренируюсь вообще. То есть периодизацией еще ваша должна быть отдых-нагрузка. Давайте себе хороший отдых. Все, ребята, я думаю, если вы эти принципы положите себе в тренировочную программу свою, просто даже эти принципы, вы начнете очень серьезно прогрессировать, вы сэкономите просто годы, ребята. Просто годы тренировочные, которые вы лучше потратите на другие вещи. Вы сохраните свое здоровье. Не тренируйте слишком много, прогрессируйтесь. Я желаю вам качественной массы, качественного прироста массы. И берегите себя, ребята. Пока, удачи.